Другое, не менее масштабное событие стартует в столице также уже через несколько дней. Астанинский экономический форум или азиатский довоз в этом году трансформировался в Global Challenges Summit, саммит глобальных изменений. Название говорит само за себя. Ведущие мировые эксперты попробуют разобраться в трендах и вызовах современности. Среди них Стив Возник, сооснователь Apple, и Панги Мун, экс-генсек ООН. О том, чего ждать от нынешней встречи, в интервью моим столичным коллегам рассказал Бауржан Турлыбеков, представитель Министерства национальной экономики. Предлагаю послушать. Бауржан Турлыбеков, спасибо, что уделили нам свое время в своем плотном графике. Скажите, пожалуйста, третья модернизация Казахстана – это одна из основных тем предстоящего экономического форума. Ну, ни для кого, наверное, не секрет, что вхождение в тридцатку лучших экономик – это, по сути, амбициозное и смелое заявление со стороны молодого государства, как Казахстан. О чем будут говорить участники предстоящего странинского экономического форума? Вхождение в тридцатку – это, безусловно, амбициозная задача. Это достаточно непростой путь, потому что дальше уже идут такие уже крупнейшие экономики мира, которые пробивались тоже достаточно сложным путем. И это очень конкурентоспособные экономики. Это экономики с инновационным экспортом, со сложным производством в своих странах. И поэтому нашей стране необходимо уже иметь свои целевые ориентиры, которые у нас есть. И, в частности, они прописаны в стартплане 2025 до 2025 года. И там у нас прописано, что мы к этому периоду уже достигнем 46 тысяч долларов США на душу населения. И это позволит нам уже равняться на вот эти страны. Но, конечно, позволит в смысле номинального вот этого ВВП, ППС. Но, помимо этого, и надеемся, что это будет сопровождаться ростом производительности. Вот как раз речь идет о технологической же модернизации, как уже было заявлено высшему руководству страны. И речь идет о человеческом капитале. И по всем этим направлениям мы должны будем опережающими темпами расти. И Астанинский экономический форум как раз-таки позволит нам раскрыть те недостающие элементы, которые нужны нам. Скажите, в списке участников саммита в основном звездные гости. С какой программы едут к нам зарубежные эксперты? Программы достаточно неожиданны. То есть можно увидеть Франсуа Ланда в части, к примеру, в сессии единой экономики. То есть бывший президент Франции, но он будет выступать в части разрозненности или неразрозненности. Больше в части равенства и неравенства доходов. То есть сессии, которые в этот трек входит. Кроме того, приедет Стив Возняк, соучредитель Apple. Он будет говорить больше о своих новинках, о своих последних разработках в цифровом формате, о своих достижениях на технологическом поприще. В этом году Астанинский экономический форум трансформировался и несет название Global Challenge Summit. То есть мы будем говорить, вы только что говорили, что мы будем говорить о новых вызовах, о новых трендах. Что предложит Казахстан со своей стороны? То есть о каком мировом вызове Казахстан будет говорить? Есть, в принципе, казахстанская сторона будет участвовать во всех треках, во всех 11 направлениях. Но у нас есть третий результирующий день, где мы, наверное, будем больше, конечно же, слушать. Но, тем не менее, мы в стратегической сессии третьего дня, мы постараемся внедрить, имплементировать все рекомендации мировых экспертов на нашу реальность, насколько они применимы. И постараемся выработать порядка, сейчас речь идет, будет ли это 50-100 рекомендаций, ну, таких железобетонных мер экономической политики и мер других направлений общества, политики, которые применимы в Казахстане. Ну, Казахстану тоже есть, что предложить со своей стороны. Наш фокус, конечно же, будет на интеграции. Борис Анатолий Ильинич, спасибо большое, что уделили время в своем плотном графике. Спасибо большое за содержательное интервью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.